Приветствую, друзья! Вот посмотрите, какая картина становится. Я её в последнем ролике показывал, она была ещё не готова. Сейчас уже скоро контуры шедевра появляются. Поэтому пишите комменты, мы в формате коллективный разум. Что я вам хочу сказать. У меня был товарищ, он мне дал прекрасный совет. Он мне сказал, зачем вам нужно так тратить своё время, когда вы пишите в каких-то международных академиях, вы участвуете. Да это не нужно никому. Пишите главное. Он мне сказал, знаете, друзья, что главное? Он мне сказал, вы 50 лет плюс 3 года занимаетесь практикой стресса. У вас такой опыт, который у ваших коллег по вашему возрасту ни у кого нет. Я говорю, да-да, ты прав совершенно. Поэтому иногда, когда мне кто-то пишет какой-то коммент, мне хочется пошутить. Я таким, как вы уже был, а вы таким, как я ещё не были. Ну, я шутник. Но я хочу вам сказать, что, конечно, важно, что я практик в основном. Но я придумал методику. Эту методику я скоро обозначу в новой своей книжке. Вот такая методика. Конечно, есть секреты у профессионалов. У меня тоже есть свои секреты. У моего сына Олена есть секреты. У моей дочки Шеевой есть секреты. Имеется в виду методические, которые всем сразу вот так не даются. Почему? Потому что песня сразу становится народной. Передаётся из уст в уста. Все забывают, откуда взято. Они называют приёмы своими именами. Вот в йоге, например, все дыхательные практики, все упражнения имеют свои названия. Поэтому йога существует тысячи лет. И ответственность. Когда люди берут мой приём и называют своим именем, как я его назвал, например, Шалтай-Балтай, то понятно, если что-то у человека не получается, кому обратиться? К источнику. А когда берут, это называют обнимашки, например, или ещё как-то называют, отрывают от школы, а у нас школа человек будущего, хомо-футурус. Есть такие вещи даются уникальные, которых нигде в мире нет. Практика стресса. Снять у человека стресс. И ещё научить человека использовать стрессовые напряжения себе на пользу. Для своего здоровья, для решения ранее нерешаемых задач, для творчества. Это очень важно. А специалистам я даю и технику безопасности, и много чего другое на последних занятиях. Я всего их несколько с ним провожу, но каждая из них очень важна. Я вам хочу сказать такое. Это для шутки. Как одна дама написала в своём дневнике. Ах, какой же он скучный. Потому что, надо же и не по судьбе судить, друзья, написала эту даму об Александре Сергеевичей Пушкине. Какой же он скучный. Потому что, надо немножко потрудиться, понять, о чём речь идёт. И так, когда я говорю такими простыми словами, как сейчас, например, когда я показываю свои картины, я же вам говорю о том, что вы сами можете решать все свои личные проблемы, и если вы услышите, о чём я говорю. А простота выражения – это очень важно. Хотя она немного смущает некоторых людей, потому что они не понимают, что чем проще человек излагает глубокую новую идею, он не обесценивает идею. Он просто говорит о вас, что вы должны быть внимательнее, подумать, прежде чем судить, потому что вы не всё ещё понимаете. Вы 50 лет ещё не занимались практически выведением людей стресса и обучением людей, как использовать энергию напряжения стресса для решения нерешаемых вопросов. Чтобы, например, открывать у себя творческие качества, изобретательские способности. Вот что у нас в школе «Человек будущего» хомофутурж происходит. Мой товарищ подсказал мне правильно. Поэтому я сегодня вам сказал. 50 лет плюс 3 года практической деятельности, как врача, как психолога. Но я не буду говорить о том, что я ищу философ и так далее, и так далее, потому что это всё вторично. А главное, что я помогаю каждому. И вот если у вас какая-то проблема личная есть, и вы очень хотите помочь себе лично, чтобы для вас, для личного использования, если у вас острая ситуация, пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Я вам тоже бесплатно помогу. А если вы хотите учить специалистов, надо обязательно, обязательно понять, готовы ли вы к этому или нет. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok